Здравствуйте, коллеги! В эфире Совет директоров и ведут его Ирина Бахтина и Ирина Парфинтьева. Сегодня вместе с нами на Совете директоров Марина Бушуева, основательница и владелица транспортной компании «Скарлин». Здравствуйте, Марина! Спасибо, что пришли. Здравствуйте! За несколько минут до начала сегодняшней программы мы начали обсуждать, какие же интересы есть у Марины, кроме прекрасного бизнеса в транспорте. У вас есть и транспорт, начиналось все с него, были автосервисы, существуют, появились автосервисы. У нас еще есть ваше увлечение куклами и аукцион на эту тему, есть бизнес, связанный с психотерапевтической помощью. Еще много всего накопали? Вероятно, что не все. Рассказывайте, что не видели, откуда это все пришло и откуда такая многопрофильность. Центр оккультизма. Прекрасно. Вот, слушаем. Откуда многопрофильность? Откуда, да. Многопрофильность? Откуда аппетит к жизни? Вот. Даже немного, потому что всего много, все разное. Ну и что? Девочки же любят все, разное и яркое. Вы же не ходите каждый день на работу в одном и том же платье. Почти всегда. Вот я и так каждый день занимаюсь одним и тем же бизнесом. Супер. Для того, чтобы чувствовать себя более гармонично и какой-то более… Я человек очень противоречивый. Я тут обсуждала недавно с одним знакомым. Я говорю, понимаешь, мне все время надо противоположных вещей, при этом я их ухитряюсь получать. И как-то они друг с другом не ссорятся, ладят, вот в гармонии находятся. Ведь вещи, получается, что технически, фактически все, что касается, да, сервис машин – это вещи технические. Все, что касается психотерапии, магии, кукол, вот этих вещей – это вещи… Еще театр забыт, а был проект, но он просто на несколько лет открылся, закрылся. Это вещи гуманитарные. То есть техническая сторона и гуманитарная, я считаю, что таким образом я нахожусь в балансе с самой собой. Иначе техническая сторона очень сильно вводит меня в сторону такого жесткого варианта поведения. А почему техническая? Ну, хорошо, бизнес, но это же бизнес, пусть он с транспортом связан. Значит, всю жизнь по математике у меня была пятерка, проще всего мне давалась физика, информатика. И когда собирали мы вот эти вот схемы по физике, мне совершенно было непонятно, чего все мучаются. Там все элементарно. Ну, не знаю, живу я тогда. В детстве мне подарили электрический конструктор, точнее, мне его не подарили. Я сначала выкопала на антресоле папин электрический и химический. Я в них играла, а потом мне уже новые подарили. И было это лет, по-моему, в 7-8. Ну, интересно, мне схемы собираются, так здорово, все логично. Все, что логично, мне нравилось. Но в бизнесе не может быть все логично. Бизнес – это люди. Это очень логично. И люди очень логичные. Абсолютно. Так, поподробнее. Про логичных людей в бизнесе хочется поговорить поподробнее. Очень все логично. Что, в чем у вас логичность? Ну, люди, они предсказуемы. Те, кого вы набираете, или как они вообще приходят к вам. Модель-команда, которая добивается успеха. С ними все как с техникой. Все всегда работает, нигде не сбоит. Подождите, вы где технику видели, которая работает и не сбоит? Давно бы уже автомобильные компании разорились. Если бы раз сделали автомобиль, он работает и не сбоит всю жизнь. Ну, может, в этом задумка. Нет, предела совершенно. Нет, все работает, все сбоит, но все очень логично. Я вообще считаю, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения магии, и с точки зрения психотерапии. То есть, в общем, и с точки зрения техники, и с точки зрения человеческой психики. Все логично и все действует по определенным схемам или матрицам. И если эти схемы или матрицы понять... Вот чего нам всем не хватало. Очень все просто становится. Вы как к этому пониманию прошли? Годами. От конструктора до... Анализировала, работала. С той же психологией я столкнулась в 15 лет. И это очень интересно. Я просто пошла в педагогическое училище. Первое, куда я пошла, повергнув в шок всю семью. Потому что девочка, которая учится на 4-5, в основном на 5, уходит в педагогическое училище, потому что хочу. Это очень логично, да. Я уже поняла. Ничего нелогичного в этом не было. В 7 лет я пошла в первый класс, увидела учительницу. Она мне понравилась, я сказала, что я буду учительницей. Но если я что-то сказала, то я это сделала. То есть, это очень логично. Это в моем характере. Столкнувшись в 15 лет с психологией, была возрастная психология. Год, два, три, пять. Поехали, поехали, поехали. И вот когда мы дошли до наших 15-ти. Когда вот на то-то так я расстроилась. Оказывается, мы все одинаковые. Я-то думала, что я такая волшебная, эксклюзивная. Оказывается, всем положено. Вот тогда первое слово, вот тогда первый шаг. Вот тут первая любовь. Вот тут первое разочарование. И все расписано. Плюс-минус. Плюс-минус год, два, три. То есть, ну, чем дальше? Дальше кризис среднего возраста. Дальше экзистенциальные кризисы тоже расписаны. То есть, все укладывается в одну схему. Если эти схемы понимаешь, то есть, одну следует из другого. Хорошо. Попробуй объяснить. А вы книгу не думали написать на эту тему? Я писать не люблю. Я писать не люблю. Надиктовать можно. Вот мне все об этом говорят. Не любишь писать, но надиктуй. Например, если мальчик, не уверенный в себе, маменькин сынок, которого все обижают, что он будет делать во взрослом возрасте? Не знаю. Вау. Это будет человек с больным самолюбием, который всячески это больное самолюбие будет отыгрывать на разных вещах. Алкоголь, наркотики, обиженные женщины и, не дай бог, в бизнесе обиженные подчиненные. В том случае, если он будет неуспешен. Другого варианта нет. Есть. Если он свое самолюбие ухитрился, успокоить неким, больное самолюбие у него никуда не денется никогда в жизни. Никогда. У маменького сынка. Не того, которого обижали в детстве, а того, которого на руках носили. Маменький сынок, которого обижали в детстве. Вот так. То есть он два. То есть он два. Нет. Именно вот с больным самолюбиями. Которого просто мама опекала, он никогда не станет самостоятельным. Это вот я об этом больше. Знаете, вот эти схемы, они настолько известны. Они тривиальные. Да. И таких схем, их можно пересчитать. Так вы как в бизнес-системе пользуетесь? Прям вот на первом интервью, если вы их проводите или ваши подчиненные. Ой, я люблю, я продолжаю. Я очень тоже люблю. И сразу туда вглубь, потому что все из детства. Что делали родители, где, как, родился, женился, воспитывался. Нет, я сразу говорю, а вы? Или просто глядя в глаза, все. Диагноз, сценарий до конца лет. Я работаю с людьми, да, что некоторые вещи, ну, просто уже вот буквами на лбу написаны. Да, я говорю сразу, а вы пьете. А вам не приходило в голову, и, скорее всего, приходило, людей менять можно? Не верите в это? Верю. Так. Вопрос можно. Вопрос цены. Можно пробовать, да. Причем эта цена, ладно бы она в денежных знаках. Она не в денежных совершенно. Это вопрос нервов, это вопрос времени собственного. Чего ради? Команда будет лучше. Ради человека. Нет, и команда будет лучше. Ради жизни на земле, как нам говорят. Принцип у меня такой. Ради жизни на земле. Я вообще человек в этом плане достаточно жесткий. Ради жизни на земле есть естественный отбор. Это ради жизни на земле. Сурово. Вот. Дальше я говорю, что компания, в которой человек устраивается на работу, это не образовательное учреждение. Ну, где логика, да? Человек идет в образовательное учреждение, платит деньги, его учат. Сейчас большинство транснациональных корпораций, мне кажется, поперхнулись вообще. Если кто смотрел на этом слое. Потому что все давно превратились в бизнес-инкубаторы уже некие. Вот. Так. Если человек пришел в компанию... Будь любезен, работай. Работай. Выдавай, на гора. Работай. Работай. А развивать? Вот мы сколько говорили в программах про развитие. Это я очень люблю делать, особенно когда человек хочет. Когда человек хочет, да? Выкладываешь, видишь результат, приятно. Приятно, я от этого кайф получаю, я на это готова тратить время, не жалко. Когда человек не готов, когда человек совершает некий плохой поступок, я даю один шанс. И сколько бы это ни происходило, за 20 лет существования компании, можно пересчитать по пальцам раз, два, три случая буквально, когда человек этим шансом воспользовался. Я, хотя по-прежнему этот принцип у меня остался, и человек, который что-то совершил, какой-то проступок серьезный, я по-прежнему даю один шанс, но вовсе не из-за человеколюбия, а из-за того, что я себя чувствую нормальным человеком, я шанс дала. Ну а вдруг, а вдруг человек исправится. Чтобы не испытывать каких-то, в общем, угрызений. Да, это вот, вот тебе шанс. Второго не будет, не хочешь, но в конце концов. Опять же, то, что я вижу людей несколько лучше, могу некие события предсказывать, мне позволяет смотреть на вещи с разных сторон. Люди иногда видят картинку вот так. А картинка, она все-таки 3D жизни. Ну, например, человеку, человек плохо, все-таки про бизнес, да, вот человек работал, совершил серьезный проступок, да, не опоздал на пять минут на работу, да, совершил некий серьезный проступок. Мы ему даем один шанс. Дальше он опять совершает проступок. Когда я его увольняю, он говорит, ну как же ты, злая, плохая, человеку вот жить не на что теперь, да, плохо ему сделала. Я говорю, давайте разберемся, кто кому плохо сделал. Смотрите, этот человек, этот человек всю работу компании, так или иначе, ухудшил. Если он останется в компании, он еще больше ухудшит эту работу. В итоге все люди, которые работают в этой компании, заработают меньше. Чего ради? Ради того, чтобы мы держали в компании какого-то не очень добросовестного товарища, да? Мы должны подставить благополучие всех сотрудников компании? Зачем? Ну, это как-то очень, ну, это очень тривиально прямо совсем. Ради чего? Ну, коллектив же может играть свою роль какую-то, в общем, общая корпоративная культура. Она вообще какая? Она тоже по принципу естественного отбора? Очень интересно становится, очень интересно становится, когда вот такие вопросы в лоб задаешь, да? Вот водители. Водители такая категория достаточно сложная. Вот смотрите, на заказ приезжает одновременно, например, пять водителей. Четыре вовремя. Один опаздывает на 15 минут, приезжает на грязной машине в неположенной форме. Терпеть не могу такого человека. Что получается? Получается, что говорит клиент? Ваша, не Вася плохо работал, а ваша компания плохо работает. Это правда, справедливо. Смотрите дальше. Вот эти четыре человека. Я же не всегда вижу, да, как он приехал. Эти четыре человека. Из-за корпоративной культуры, так называемой, да? Да, да. Они это скрывают. Понятно, что этот факт потом выплывет, но они скрыли, вовремя вопрос не решили. Они раз это скрыли, два. Дальше я вызываю этих ребят. Говорят, слушайте, стучать нехорошо. Да. Я говорю, конечно, нехорошо. Я говорю, смотрите, вот этот вот Вася, сейчас еще пару раз приедет, клиент от нас откажется. Клиент от нас откажется, а у них сделка. У вас будет меньше работы. Вот вы поверьте, я переживу, потому что у меня водителей много, я переживу. На моем кармане это не сильно отразится. Плохо, репутация там, ну, можно пережить, можно как-то решить вопрос. Я говорю, а на вашем отразится. И вот о том, как либо Васе настучать, либо на Васю настучать, вот об этом непростом выборе, наверное, верно, а еще, в принципе, о непростом женском лидерстве в России мы поговорим сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. И снова в эфире Совет директоров. Его ведут Ирина Бахтина и Ирина Парфентьева. А сегодня у нас на совете директоров Марина Бушуева, основательница, владелец транспортной компании «Скарлетт». В первой части программы Марина затронула прекрасную тему того, должна ли команда поддерживать, поддерживать, сдавать, выдавать одного провинившегося. И Марина как раз рассказывала историю... Ну, или того, кто не выдерживает. Да, кто не выдерживает. Темп общий, ожидания. Историю как раз про своих сотрудников, водителей, гипотетическая ситуация. Как один может подвести целую команду, Марина? Давайте продолжим эту тему. Так вот, стучать, не стучать. Все очень просто. Вот ты приходишь, значит, про работу уже объяснила, да? Один подвел, у них у всех меньше работы. Теперь меньше работы, меньше заработал. Пришел домой. Папа, купи мне вот, хочу игрушку. Папа говорит, нет, сынок, не куплю я тебе игрушку, потому что у нас на работе есть Вася. Разгвоздяй. И вот чтобы его с работы не выгнали, ты обойдешься без игрушки. Ладно, игрушка. А также ты, сынок, обойдешься без фруктов. А также ты, сынок, туфельки тебе нужны новые. Переживешь, потому что... Ну, Вася же надо выпить, ты пойми, сынок. Вася, надо выпить. Ну, то есть команда, команда, вопрос... Марина, вас послушаешь, и хочется Васе уже просто своими руками, как бы, проводить в другую... Подожди, вопрос ценностей. Нужно правильно расставлять приоритеты. Если для тебя приоритет семья, дети, достаток семьи, пожалуйста, думай об этом. Если для тебя приоритет благополучия Вася, ну, живи всю жизнь рядом с Васей, опекай его, уговаривай начальство его не выгонять, да, приезжай к нему домой, в конце концов, за два часа до работы, буди его там и похмеляй как-то. А вы сами по себе командный человек? То есть вы верите в силу команды или что важнее, сила лидера или сила команды с лидером во главе? Сила команды с лидером во главе. Я как вообще лидер, я тяжело работаю в команде. Мне это тяжело, да, потому что я лидер жесткий. Как это чувствуется, в общем? Такая прям сильная энергетика идет на своем совете. Так или иначе, когда есть такая необходимость, ну, я постараюсь какой-то промежуток времени поработать. В компании я вообще считаю, что правильно – это абсолютная монархия, это самый правильный строй. Ну, то есть когда что, по наследству власть передается? Нет, когда единовластие. Но знаете почему? Я считаю, что тогда ошибок меньше. Диктатура чем-то не отличается, наверное. Один лидер натворил чего-то, да? Ну, собственно, это и исправил. Объясните тогда как. У нас в российской практике, ну, в бизнесе, очень часто встречаются случаи, когда и владелец, причем активный владелец, занимающий активную управленческую позицию, вот он исчезает, ну, по разным причинам из бизнеса, и все, и компании-то нет. Выяснилось, что не то, что смену не вырастил, но он же вот как раз, он ошибается, он сам исправил, а все, а его нет, а некому исправлять, никто не научился. И дальше все бегут потерянные в разные стороны, и вот, и что тогда делать? Не воспитал, в общем. Вот такая система монахи, я ее, которую очень сильно поддерживаю, кстати, сейчас вот замечу. Я очень ее поддерживаю, тоталитарные режимы в компаниях, это важно. Но все-таки здесь же есть вот этот нюанс, что исчезновение того, кто за собой ведет, а дальше... И олицетворяет собой дух. Знаете, тут есть такие некие вещи, да, уже вот пересекающиеся как раз с моей магией, психотерапией и прочими вещами. Нам уже можно... Такое впечатление, такое впечатление, это вот мои всякие размышления, что человек вкладывает в компанию душу вот какую-то часть энергии, и ничего с этим не сделаешь. То есть стоит мне в компании какое-то время не появляться, ну, потому что все идет, все отлажено, процесс, бизнес-процессы отлажены. Как вот спадик начинается, как только я начинаю об этом просто думать, вот просто думать и как-то, ох, нет, что-то вы тут не так делаете. Дополнять свои энергетики. Вот это вот движение. Все-таки есть какая-то часть души, которая вкладывается в бизнес, это характерно для мелкого и среднего бизнеса. Да, корпорация немножечко по-другому. Это уже больше... Это не компания с душой, это больше механизм. Бездушные монстры. Ай-яй-яй-яй. Ну, почему, почему нет? Много лидеров, и у каждого из них своя душа, естественно, это все перемешивается на каком-то уровне. Тогда самые интересные компании. Так вот как сохранить-то тогда тот самый свой, любимый, дорогой бизнес, который столько лет создавался, пестовался, и, допустим, не передавая его по наследству в семье? Вот мы, помните, говорили на программе с Ириной Эльдархановой, с Конфаэль, да? Ровно о том же самом. Вовремя найти человека, может быть, с другой душой, но тоже с душой, с тем духом, который необходим, и передать ему на каком-то этапе. Или это не помощь? Ну, почему не по наследству? Ну, я вас спросила, когда про монархию речь зашла. Нет, я вот все-таки про то, чтобы по наследству. Да, по наследству. Да, потому что энергетика, она наследуется. А история о том, как наследники проматывают вот эти все состояния и бизнесы продаются. Очень мало же примеров успешной передачи. Наследники проматывают состояния, пишите жалобу на себя. Так. У нас наследство особого не предвидится, поэтому... Это я не относительно вас, да, я относительно ситуации. Во-первых, значит, не на то делался упор. Раз. Вы воспитываете наследников сейчас? Конечно. Как? Они уже с молодых на кухне в бизнесе. Мне пример одного олигарха понравился. Не помню кто. Он очень правильную вещь сделал. Когда к нему сын пришел и сказал, что ему нужно ежемесячно денег, тот сказал, бизнес-план дай. Докажи мне, докажи мне, что тебе нужно вот столько денег. Если ты мне докажешь, я тебе их дам. Очень правильно. Есть еще примеры, да, когда детям дается, скажем, у ребенка есть некая необходимость в крупной покупке. Ну, он на нее не может заработать. Да, машина, например. Ребенку говорится, значит, вот когда у тебя будет наполовину машины, второй я тебе доплачу. Бизнес. Опять же, я стараюсь рассказывать какие-то вещи, особенно связанные с взаимоотношениями с людьми. Я стараюсь рассказывать это детям. В бизнесе, в руководстве. Это важно. Экономические показатели потом можно в течение недели накидать. А вот это вот все движение взаимоотношения, кто, как относится, что я потом делаю, да, вот эти вот вещи. Даже вот мы, когда с мужем вечером садимся, обсуждаем какие-то дела. Я там старшей говорю, куда пошла, иди послушай. Да, то есть вот этот вот разговор такой вечерний. Потом состояние проматывает не на то, был упор. Точно, вот раз уж мы про монархию, да, царей воспитывали с детства. С самого детства мы говорили, что ты будешь царь. Его воспитывали в соответствии с теми задачами, которые он должен выполнять. Поэтому детей нужно воспитывать в соответствии с этими задачами. Если хочешь передать бизнес, да, то ребёнок должен уметь деньги зарабатывать, знать цену деньгам, знать цену взаимоотношениям, ну и прочие вот эти вот вещи всяческие. Мне кажется, я сейчас эту программу, вот когда она выйдет, я её запишу себе как такую инструкцию. Как мантру. Нам ещё три года, мы вполне ещё можем справиться с задачей поменять упор. А вот извините, хорошо, если всё-таки рассматриваем модель, что бизнес не в формате некой семейной преемственности, предположим, как бы вы искали, условно, нового генерального директора, главу вашей компании? Вариант один. Вы бы искали его на стороне, ну, с помощью каких-то модных, значит, там, ресурсов? Нельзя что. Или внутри? Внутри. Почему? Можете объяснить? Всё, что на стороне, проверено, понимаете? Я всегда люблю людям давать те советы, которые я попробовала. Да, проверено. Любой директор, найденный со стороны, во всяком случае у меня, он всегда ворует. Даже если он, сейчас прям вот наёмные генеральные директора возмутятся, даже если он не ворует, он никогда не разовьёт компанию так, как ты, потому что он не вкладывает в неё душу. Он не вкладывает в неё душу так, как вкладывает бизнесмен, который эту компанию создал, да, или это семейный бизнес, она так не развивается. Потому что он сидит и работает с точки зрения «мне нужно получить зарплату», да. Даже если у него есть бонусная программа, он всё равно, это деньги. Самые успешные бизнесы деньги ставили всегда. Вот малые и средние, да, мы не смотрим сейчас крупные корпорации, это не про то. Мы уже договорились об этом, да, они безнадёжны, оставим их в стороне. Деньги, второе. Первое, получить некую цель, развить компанию, чтобы она была хорошая, да, вот цветочки в офисе там, я не знаю, там, скрепочки вот такого цвета, потому что они под ручечки подходят. Вот такая вот вещь, которая никогда наёмный директор этого не сделает. При этом он может быть хорошим человеком. Но даже этот хороший человек через некоторое время он начинает вот злоупотреблять. А вырастить внутри-то никак нельзя? Тех, кого там с младых ногтей, кто был там, знает, следовал, принимал участие? Знаете, у меня был такой опыт интересный, со мной проработала девочка 12 лет. Я её вырастила, фактически она ко мне пришла в 16 курьером. Я её вырастила до руководителя компании. Но она в итоге ушла. Ушла вовсе не в этот бизнес. Она ушла, потому что устала. Она ушла, занялась кем-то. И, наверное, первой причиной был некий конфликт у неё в семье. И она посчитала, что семья дороже, потому что из-за того, что она мало бывает дома. Ну, вот такие вот какие-то вещи. Уж подробности не буду вдаваться. И решение было принято уже соответствующее. Я её понимаю, да. То есть всё. Если бы у меня стоял этот вопрос, да, у меня это детище. Если бы у меня стоял вопрос, я бы не выбирала между. Ребёнка не бросишь. Да, я бы не выбирала между. Я бы решала проблемы, да, по мере их поступления и одновременно. Вот я слушаю сейчас Марину, думаю о том, что сколько, в общем-то, в нашей программе, когда мы говорим с лидерами бизнеса, мужчин здесь, в этой студии, у нас в программе, можно пересадить по пальцам одной руки. В основном это женщины. И вы в самом начале перед программой сказали, что это вообще вопрос, в общем, ни разу неинтересный. Женщины неинтересные, да. Он забитый такой. Избитый, да. Ну, вот это такая наша, так сказать, реальность. Но уже так в преддверии завершения программы всё-таки обратитесь к лидерам, пусть не транснациональных корпораций, среднего, малого бизнеса, которые вы так хорошо знаете. Скажите им, что важно делать. Как сохранить вот эту энергетику бешеную? Я думаю, что сейчас Ирина со мной согласится, которая вот сейчас у нас здесь в студии. Она может не заряжать, но она поглощает, это совершенно точно. Дайте им совет. Жить надо в соответствии со своими внутренними законами, со своим кодексом чести. Всё, нету других правил. Спасибо. Концептуально. На этой концептуальной ноте мы завершаем сегодняшний совет директоров. Ввели его Ирина Бахтина и Ирина Парфентьева. И с нами была Марина Бушуева, основательница и владельца транспортной компании «Скарлет». Спасибо вам. До свидания. Марина, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин